Всем привет, друзья! Сегодня мы готовим чечевицу с тыквой и специями карри. Для этого рецепта я использовал два типа чечевицы, белуга и пардина, испанский сорт. Замачиваем чечевицу в воде примерно за час до готовки, за час, может быть, два. Чистим и нарезаем лук, имбирь и чеснок. Потом добавляем немножко кокосового масла, можно добавить растительное масло, и пробиваем в блендере. До получения однородной массы. К сожалению, процесс не записался. И потом эту массу мы будем обжаривать. Но перед этим замачиваем рис, то есть добавляем к нашей замоченной уже чечевице рис. Нам не нужно его долго будет замачивать, поэтому вот так вот это все будет готовиться одно время. Вот, потом поймете. Теперь в сухую сковородочку горячую, вернее кастрюльку, добавляем нашу пюре. Добавляем специи. Я добавил специи карри, домашние я сам делаю. Есть видео на канале отдельно. И обжариваем. Можете добавлять еще больше масла вот в эту смесь. Но я так старался по минимуму, так как у меня уже было там кокосовое масло, и поэтому я так в сухую почти обжаривал. И все время, знаете, вот будет у вас немножко так подгорать. Это вкус, это хороший вкус, но вот всегда нужно будет скоблить немножко. Когда это все поджарилось где-то минут 10-15, добавляем чечевицу с рисом. Почему я так сделал? Так как чечевица уже была замочена, обычно, если мы не будем замачивать, она будет готовиться минут 30. Так она будет готовиться 20 минут. И рис будет готовиться тоже 20 минут, так как я его надолго не замачивал. Это рис неочищенный. Добавляем воду, кокосовое молоко, лавровый лист я добавил, можете добавлять тимьян. И чистим, режем тыкву на кубики, на произвольные такие, и добавляем тоже. Накрываем крышечкой и готовим примерно минут 20. Будете пробовать, и вы сами поймете, когда это будет готово. Снимайте пеночку так в процессе. И все это готовить нужно будет на медленном огне. Когда чечевица и тыква готовы, добавляйте соль по вкусу, выключайте, оставляйте минут 5 постоять. И все, друзья, блюдо готово. Очень хорошо осенью, даже зимой. Это веганское блюдо получается. Очень часто испанцы добавляют в блюда с чечевицей рис. Это для аминокислот, чтобы больше было разнообразия аминокислот. Я еще добавил кинзу и острый перец. Друзья, надеюсь, рецепт вам понравился. Всем здоровья и привет из Барселоны. Ну и все, что осталось, я по контейнерам и в морозильник. Очень удобно, когда нет времени на готовку. Разморозил, разогрел и покушал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова